всем привет продолжаем изучение языка си сегодня познакомимся с условным оператором if ну и продолжим знакомство с функциями и так это у нас предыдущая программа которую мы сегодня модифицируем и так по поводу и в повседневной жизни мы всегда используем оператор if ну например за грозь загорелся красный сигнал светофора и у нас на низком уровне прошла проверка если красный то стою жду если зеленый то иду если зеленый сейчас начнет мигать то нужно быстро бежать если зеленый начал мигать то начинаем бежать но если в процессе бега загорелся красный то резко останавливаемся если не успели еще начать прибегать дорогу но если уже начали и перебежали больше половины то нужно ускориться еще быстрее если перебежали то нужно остановиться в языке си для этого существует условный оператор вот он так пишется и так давайте немного увеличу зажимаю контроль и колесико мышки так вот так вот if что-то там что-то там вот так вот например так вот if ключевое слово дальше в круглых кавычках выражение и дальше какой-то оператор ну то есть то что будет выполняться если вот это выражение имеет истинное не нулевое значение то следующий за if оператор выполняется противном случае он не вы не выполняет оператор может быть одиночным вот или составным что это такое увидите дальше обычно выражение является выражением отношения то есть в нем сравнивается две какие-то количественные величины если выражение истина оператор выполняется иначе оператор игнорируется в общем случае можно применять любое выражение вот здесь при этом выражение принимающее значение 0 трактуется как ложное то есть выражение результатом которого 0 трактуется как ложное оператор который идет вот здесь дальше все увидите внимательно слушаем оператор может быть простым или составным составным это вот вот такие фигурные скобки вот составным оператором в данном случае блоком который заключен фигурные скобки то есть вот здесь внутри уже могут быть операторы которые должны выполняться если выполнится вот это условие если выражая если результат выражения будет истинным и так давайте так сказать не отходя от кассы потренируемся на вот нашем предыдущем примере прошлый раз мы начали добавлять функции в наш проект в наш проект виртуальной нашей игры и рассмотрите у нас есть функция player takes experience смотрите я зажал контроль и у меня подсветилась и нажимаю левую кнопку и сразу перешел к реализации вот этой функции в качестве аргумента функция принимает сколько нового опыта получил игрок теперь давайте вспомним что у нас игрок получает опыт но есть определенная планка опыта по достижению которого игрок должен получить новый уровень вот у нас есть планк да по достижению общего количества опыта 500 и выше мы должны получить новый уровень и так идем дальше в нашей функции логика увеличение уровня при определенных обстоятельствах отсутствует значит нужно ее добавить у нас есть переменная же global до level up experience которая хранит собственно говоря вот этот вот порог если количество текущего опыта превысит данное значение то игрок должен получить новый уровень и так давайте применим наши знания об и пишем и открываем закрываем круглые скобки и внутри пишем же current experience больше равно g level up experience то нам нужно увеличить уровень берем нашу переменную current level и увеличим на единичку то есть я думаю вы уже понимаете можно плюс плюс а можно написать же level можно вот так вот написать плюс равно один либо можно вот так вот написать но проще всего если мы инкрементируем увеличиваем на 1 то делаем плюс плюс и так что мы видим мы применили наше знание и если выполняется это условие то есть результатом вот этого сравнения если будет правда если current experience больше level up experience то выполняется вот этот оператор иначе этот оператор не выполнится только при определенном условии то есть результатом работы вот этого выражения будет единичка в языке си один это правда ноль неправда даже точнее так все что не ноль это правда даже минус один трактуется как правда теперь давайте посмотрим на нашу функцию все ли у нас тут хорошо очевидно что нет потому что после того как игрок получит новый уровень при получении любого нового опыта его уровень будет постоянно расти так так как планка для достижения нового опыта осталась на прежнем прежнем значении значит нужно это значение увеличить то есть смотрите текущий опыт у нас будет какой например пришло там 500 превысили планку уровень увеличили и там предыдущий опыт плюс текущий ну допустим предыдущий ноль был текущий 500 вот при следующем заходе мы получаем например 100 опыта у нас current experience что предыдущем шаге был равен 500 500 больше чем эта планка соответственно уровень опять увеличится ну в общем проблема так что тут можно сделать можно как минимум не делать сложных и хитрых вычислений а к этой планке желовал об experience прибавить инициализирующие значения то есть под сложными вычислениями я имел ввиду что до первого уровня да там до достижения второго уровня планка 500 потом там она по какой-то формуле становится там тысячу потом там 1300 потом там еще что-то ну где-то так чтобы этого не делать можно делать по простому мы увеличили наш уровень и дальше нам нужно что сделать нам нужно увеличить эту планку так сейчас сделаю плюс равно и нет level of experience вот что-то типа такого теперь смотрите тут есть проблема отступы отступы вот эти вот отступы не в языке синие являются обязательными но это стандартный стиль записи отступы зрительно выделяют оператор выполнение которых зависит от условия проверки отступы позволяет избежать простых ошибок если после и идет один оператор то все хорошо если же их больше чем один данном случае 2 то есть оператор где у нас заканчивается там где . запятой то есть то что до точки запятой это оператор вот один оператор вот так вот если же больше чем один оператор то их нужно поместить в блок то есть фигурные скобки данном случае будет выполняться все операторы если будет это условие истины то будет все операторы которые фигурных скобках иначе же если без фигурных скобках даже если вы сделаете отступ все равно выполнится только этот оператор только при достижении вот этого условия вот этот оператор будет выполняться в любом случае независимо что тут правда или неправда поэтому ставим фигурные скобки вот более того есть такая практика вне зависимости от того сколько операторов 1 или 2 или 3 или больше то лучше их помещать в блок чтобы избегать ошибок вот есть такая практика в стандартах программирования кодирования для языка си в любом случае один оператор два или больше поместите их в блок теперь смотрите вот здесь мы как бы немного подошли еще к одному типу данных других более высокоуровневых языках и более молодежных есть такой тип который называется более он или bull ну или все с маленькой буквы bull bull вот так это логический тип который призван хранить всего лишь два состояния правда или ложь на английском это true фолл фолл фонт так давайте правда или ложь true или фоллс один или ноль в языке си это тип по факту является типом ин то есть целочисленный и результат логических сравнений возвращает один или ноль то есть логические сравнению то Больше, больше равно, меньше, меньше равно, неравно, равно. Вот. То есть, 0 это false, неправда. Не 0 это true, правда. То есть, что вы можете сделать? Вы можете поиграться с этим всем. Ну, например, смотрите, чтобы понять. Давайте напишем int v равно 0. Какая-то переменная с именем v равно 0. Если v, то что-нибудь напечатаем. Давайте printf. printf, вот так вот, false. И теперь давайте ради интереса два раза объявлять одну и ту же переменную в той же области видимости нельзя. И давайте тут равно единичке, а здесь равно минус 1. И давайте выведем 1, чтобы понять, где какой... А, еще слэш n. Перевод на новую строку сделаем. Ну, очевидно, что вот здесь это условие не выполнится. Здесь очевидно, что оно выполнится, потому что v равно 1, значит, ну, это правда. А вот здесь может быть сомнение. А что если минус 1? Минус 1 это правда или ложь? Для того, чтобы решать вот такие вот вопросы, вдруг вы забыли, вы можете очень быстро написать вот такой тестовый пример. И в этих и в аналогичных случаях просто запустить и посмотреть, что получится. И сейчас мы увидим, мы увидим false 1, false 2. То есть сработало вот здесь условие и сработало здесь условие. То есть здесь же минус 1 не 0. Вот. Значит, это тоже правда. Ну, в данном случае оператор и фото воспринимает так. Но результаты всех логических операций результатом может быть или 0, неправда, или 1. Так, теперь идем дальше. То есть с этим разобрались. Фигурные скобки для избежания ошибок всегда ставим. В блок помещаем все наши действия, которые должны выполняться при достижении определенных условий. Вот. То есть вы поняли. В C правда это не 0, а неправда это 0. Что можно еще сделать для укрепления знаний? Давайте напишем вот такую вот тестовую функцию. MyTestFunction, которая принимает два параметра. А и B. Соответственно, что будем делать? Выведем А, Б и результат вот этой вот операции. А больше равно Б. И теперь давайте вызовем нашу, ну, используем нашу функцию, да, три раза. В первом случае 1 больше равно 2. Что по идее должно вернуть? По идее должно вернуть неправду. В данном случае 1 не больше 2. По идее должно быть запечатано 0. В этом случае должно быть 1, потому что 2 больше равно 2. И в этом случае 3 больше равно 2. Тоже правда. Значит, запускаем. И смотрим. Все верно. 0, 1, 1. То есть это второй вариант, как можно разобраться, что же есть правда, а что есть неправда. Итак, надеюсь, разобрались, что такое if и что такое правда и неправда в выражениях языка C. В выражении if вот здесь может быть несколько сравнений. Но этого делать пока не будем. Это все потом. Со временем мы все равно вы с этим столкнетесь. То есть в этом сейчас нет необходимости. Когда возникнет, тогда и воспользуемся этой возможностью. И разберемся, что и как. Кроме того, у if, у if, есть еще else, иначе. А есть еще else, if. То есть, если это выполнилось, то делаем. Иначе, если что-то другое, то делаем. Иначе же, во всех других случаях, делаем третье. Вот. Для чего нужно else? Я думаю, вы поняли. Для тех случаев, когда что-то нужно выполнить только в том случае, если выражение if вернуло неправду. Оператор if позволяет выбирать между выполнением или невыполнением одного действия. Оператор if else. Давайте вот это уберу пока. Оператор же if else. Позволяет сделать выбор между двумя действиями. То есть, один if между одним действием. А вот if else между двумя, между тем, либо тем. Давайте изменим нашу функцию получения опыта еще раз. Что я помещу в блок? А вот эту вот штуку. Теперь давайте прочитаем наш код. Если текущий уровень опыта больше порогового значения, увеличили уровень, увеличили это пороговое значение. Все. Иначе, если не больше, увеличиваем наш опыт. Что здесь не так? Дело в том, что если мы превысили порог, то нам же опыт все равно этот надо увеличить. Так же? Так. Значит, смотрите. Здесь получается избыточность. Но здесь эта избыточность я показываю только в том плане, чтобы вы увидели, как работает if. В данном случае нам опыт увеличивать нужно в любом случае. Достигли мы порога получения нового уровня или не достигли. Соответственно, так как это нам надо выполнять в любом случае, то это мы все уберем, этот блок else. Else мы будем использовать в любом случае, без этого никак. Поэтому со временем разберетесь. Может вы и так уже во всем разобрались, и так уже все понимаете. Давайте пойдем дальше. В нашей функции получения опыта, игрок в принципе может получать уровни, без ограничений. Нет верхней планки уровня, после которого он перестает получать опыт. И для игры это может быть проблема. А может и нет. Все зависит от самой игры. Но например, в дизайне может быть заложен максимальный допустимый уровень. К примеру, в какой-то RPG, в котором игроку предлагается несколько деревьев развития. И чтобы игрок не прокачал все ветки, вводится ограничение в максимальном уровне и максимальном опыте. Обычно это делается для того, чтобы игрок более ответственно подходил к выбору умений. Давайте введем и у нас понятие максимально допустимого уровня. Давайте-ка я добавлю еще одну именованную константу maxLevel. Это будет 20. Дальше. Нам нужно обработать эту ситуацию в функции получения опыта. Это можно сделать вот так. Пишем, если же global currentLevel больше равно maxLevel, максимальный уровень, то что-то там делаем. В данном случае ничего не делаем. Теперь, иначе добавим, иначе, если currentExperience больше, чем порог, увеличиваем уровень. Вот смотрите, теперь мы заиспользовали if, else, if. А вот это происходит в любом случае. То есть, если текущий уровень превысил максимальный, достигли максимально, то все, ничего не делаем. Иначе, если превысили порог, увеличиваем уровень. А это в любом случае. Ну, надеюсь, понятно. Ну, и теперь смотрите, что-то тут все-таки не так. Получается, если мы достигли максимального уровня, то ничего делать не надо. В противном случае проверяем, получаем ли новый уровень или нет. Дальше, независимо от всех условий, происходит увеличение опыта. В общем, эта реализация не годится. Лучше нам как-то вот взять и прервать выполнение функций. И не создавать хитрых и сложных конструкций в виде всяких if, else, if, else, else, if и все такое. Чем больше у вас появляется вот таких вот конструкций в одной функции, тем больше это похоже на то, что в вашей функции что-то не так. И надо пересмотреть. Итак, что же будем делать? К счастью, есть возможность прервать выполнение нашей функции. И это ключевое слово в языке называется return. Что это такое? Это прервать выполнение. Вернуться, возвратиться. То есть, когда код, выполнение кода дойдет вот до чудово, произойдет возврат из этой функции туда, откуда она была вызвана. В данном случае эта функция вызывается из функции main. То есть, получается, если мы достигаем максимального уровня, выполняется эта функция, прошла проверка и функция завершается. Оператор return прерывает выполнение нашей функции. Оператор return может просто прервать выполнение функции, если наша функция типовоит и ничего не возвращает. Или же, если функция имеет тип, в данном случае, если бы было бы это integer, например, то return мы что-то могли вернуть, да? В самом слове вернуть. То мы могли бы вернуть какое-то значение. В данном случае нам возвращать ничего не нужно, потому что функция как бы не имеет типа. Нам просто нужно прервать. Было бы здесь int, то мы бы возвращали бы какое-то значение. Ну, например, код ошибки какой-то. Например, 1 это означало, что мы максимальный уровень достигли. Но так как функция, если бы была бы int и что-то возвращала, нам обязательно надо было бы еще тут что-то вернуть. Например, вернуть вот тут 1, а тут 0. 1 означает, что все, какие-то данные изменились и все хорошо, а 0 означает, что сорян, что-то произошло. Ну, об этих типах, о возвратах, мы обязательно, конечно же, в следующих лекциях и уроках познакомимся. Ну, в принципе, все. То есть здесь, в принципе, можно, так как у нас один оператор, можно, в принципе, обойтись без фигурных скобок. Потому что здесь, ну, нам ничего не надо делать. Да, ошибка может закраться, если мы здесь начнем там что-нибудь еще. Там, не знаю, чудить, там, может быть, обнулять уровень. Ну, не знаю. То тогда, да, без фигурных скобок у нас получится выполниться. Return будет выполняться всегда. Но умные компиляторы, вот в данном случае там анализатор, он показывает, что вот этот код недостижим. Потому что анализатор видит, что return будет в любом случае выполняться, завершится выполнение, и это никогда не выполнится. Поэтому, чтобы от этого всего уйти, всегда делаем блок. В принципе, на сегодня все. Что вам нужно сделать? Вам нужно почитать об операторах if и else. И дальше поиграть с if. Ну, придумать какие-то функции, в которых будут проверяться различные условия. Ну, например, есть у игрока жизнь. И есть их минимальное значение и максимальное. Так вот, как минимум, при использовании аптечки, количество жизней не должно превысить максимальное значение. Ну, или еще пример. Есть у нас в игре магазин. И там что-то можно будет купить за игровые деньги. Нужно проверить, хватает ли игроку денег на покупку чего-либо или нет. Реализуйте функции покупки, в которых приходит цена товара. В функции проверьте, хватает ли денег, и напишите в консоль, что денег не хватило. Ну, например, хватило и покупка прошла. Или то, что денег не хватило. И, конечно же, не забудьте отнять от общего количества денег стоимость товара. То есть, ну, это план минимум. А план максимум почитать в каких-то умных еще книгах про оператор Ив. Либо же просто вот взять и начинать реализовывать свои какие-то функции, придумывать какие-то условия и смотреть, как это все работает. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok